Доброго всем времени суток! Вы на канале Мигранточка и с вами я, Василиса. Этим видео я хочу начать новую рубрику на своем канале Мигранточка. Она будет называться онлайн-шоппинг или те покупки, которые мы делаем онлайн. Онлайн я покупаю уже давно, я бы так сказала, с 2007 года. Первая платформа, на которую я начала покупать, это eBay. Потом прошло время, появился Алиэкспресс и сейчас я уже лет пять покупаю на Алиэкспрессе. Вам не надо объяснять, что это за платформу, вы все прекрасно об этом знаете. В чем преимущество покупок онлайн? Прежде всего, это экономия времени. Вы сидите на удобном диване и выбираете то, что вам нужно. Второе, конечно, это хорошие цены, но единственный недостаток, что вам приходится очень долго ждать. Алиэкспресс, а сейчас я жду примерно месяц или два. Ну ничего, это не срочно. А сегодня мы с вами получаем посылку с Амазона. Вот такой с Амазона. Да, на Амазоне цены, конечно, выше. Я бы сказала, в два-три раза, чем с Алиэкспресса. Все тянут оттуда в любом случае. Или это дропшиперы, или это просто оттуда шипают вам. Но я заказала, например, те же самые вещи на Алиэкспрессе. Я жду уже полтора месяца. Мне уже это реально надоело. И буквально два дня назад я зашла на Амазон и заказала те же вещи в два-три раза дороже, в два с половиной, скажем так. Но они пришли сразу. У меня есть Prime. То есть я уплачу годовую как бы подписку, и мне приходят в течение 24 часов. Это очень удобно. Рекомендую. Что у нас с вами сегодня там в коробочке? В коробочке у нас с вами дополнительные рубрики. Кто снимает один, без оператора, прекрасно знает, что нужны дополнительные руки. Две руки, а то и все четыре. Так вот здесь у нас с вами две дополнительных руки. Ну что, давайте откроем и посмотрим, что там. Будем это делать вместе с вами. Я ее не открывала. Она также закрыта. Открываем. Открываем. Мазон всегда хорошо упаковывает. Никаких проблем нет. Все приходит в целости и сохранности. Так. Здесь у меня две покупочки. Одна и вторая. Одна от компании Югрин, от той, которой я покупала кабель, которая ОТГ-кабель. Вот это нам больше не надо. А вот эти две коробочки мы сейчас посмотрим. И, кстати, напишите, покупаете ли вы что-нибудь на Амазоне. Если да, то сколько по времени занимает доставка и выгодно ли это по цене? Или, может быть, проще пойти в соседний магазин и купить это? Это будет намного дешевле и быстрее. Жду ваших комментариев. Ну что, поехали. Коробочка номер один. Большую коробочку откроем первой. Так. Очень просто. Все открывается у нас. Открывается. Вау! Так. Кстати, дополнительные примочечки здесь у нас с вами. Примочечки. Давайте все рассмотрим. У нас какой-то ключик. Это ключик. Там инструкция. Оки-доки. Это мы отложим. А это мы посмотрим. Смотрим. Ой, дополнительная рука. Как она мне поможет. О! То есть ее можно прикрепить к столу. И таким образом ваши руки будут свободны. А это для телефона, для планшета. Вот такая штучка. А это сам крепеж. Это крепеж. Это мы делаем вот так вот. Давайте соберем вместе с вами. То есть идея такова. Это сюда. Это, соответственно, вот сюда. Ну что, давайте собирать. Вот эту часть я прикрутила к столу. Такую струбцину. Такая одна рука, вторая. Она здесь регулируется. Здесь и здесь. И третья часть, которая прилагалась, это вот эта. То есть саму шайбочку сначала одеваешь. Потом одеваешь вот это. Держатель для телефона. Здесь такая вот шайбочка есть. Мы ее фиксируем. Вот теперь фиксируем. Вот смотрите, видите, как здесь мы ее фиксируем. Ох, когда женщина что-то собирает, это, конечно, от ас. Но это для женщин тоже нормально. Для нас с вами, девочки, окей будет. Всего три части. Их надо просто тупо собрать. Ну вот, сюда одеваем планшет. Видите, такой большой телефончик. Смысл в чем? Вы что-то готовите, например, или что-то шьете и делаете. Вы разместили все вот так. И все прекрасно. Потом, если вы, нам нужно что-то поднять в другом направлении. Если можем что-то изогнуть. Так, это так гнется. А это гнется вот так вот, вверх-вниз. Так, сейчас попробуем. Так. О, хотите так? Пожалуйста. Хотите так? Пожалуйста. Например, вы захотели что-то приготовить. Или что-то сделать на столе. Вышивание крестиком. Думаю, что я не знаю что. Вот эта часть будет вам нам в помощь. Представляете? Прикрепляем сюда или планшет, или телефон, или еще какое-то устройство, которое она будет держать. Опускаете на нужную вам высоту. И оно все снимает. Прекрасно. То есть, вот эта рука, вот эта вот рука, магическая рука, наша помощница. Так что, я оставлю ссылку в описании. Если вдруг, как говорится, и по цене, и по другим характеристикам она вам понравится, нет проблем. Покупайте и пользуйтесь. Так что, я планирую снять несколько разных роликов. Например, как я собираю жемчужные бусы. Вариант есть что-то приготовить. У меня есть любимый салат. Хотела бы еще, наверное, штопать джинсы. Я не знаю, умеют ли вы штопать или нет. Но я планирую записать такое видео. И вот эта штучка мне в помощь. Ну вот, внешний вид этой магической железной металлической руки. Вот он, так вот выглядит. Держатель. Вот так вот. Очень удобно. Ну вот, наши с вами покупочки. Обе руки здесь. Видите, я специально на штатив прикрепила. Показать, что именно для круглой такой трубы. Видите, здесь у вас может быть или вспышка, или суфлер, или что-то дополнительное. В любом случае, это нам пригодится. И вот такое вот крепление. Тоже регулируется на ширину трубки. Ну и, конечно же, большая рука. Даже я планирую, может быть, планшет разместить. Вот такая вот. Напишите в комментариях, чем пользуетесь вы. Может быть, это все, как говорится, уже в прошлом. Может, что-то более современное. Новое есть. Но я пока для себя ничего не нашла. Вот, посмотрите. Так что, жду ваших комментариев. Давайте обсудим, нужно это нам все или нет. Или обойдемся одним телефоном, без всяких приспособлений. Вот так сейчас выглядит мой арсенал. Видео-арсенал. То есть, две руки, селфи-палка и штатив. Это то необходимое, что, наверное, должен иметь каждый влогер. Напишите в комментариях, что есть у вас, чем вы пользуетесь. Давайте обсудим. Субтитры подогнал «Симон»!